В 2023 году маткапитал вновь проиндексировали на размер реальной инфляции. Так, если первый ребенок родился или был усыновлен с 2020 года, выплата составит почти 587 тысяч рублей. С рождением второго ребенка добавится еще 188 с половиной тысяч. Если в семье два ребенка, рожденных с 2007 по 2019 год, также полагается 587 тысяч. Семьи, в которых второй ребенок, рожденный с 2020 года, а также третий и последующие дети, если до их появления права на маткапитал не было, получат более 775 тысяч рублей. Кстати, если у вас оставался неиспользованный остаток, то он также будет проиндексирован. Узнать подробнее можно на портале госуслуги в разделе «Выписка об остатке материнского капитала», а также в МФЦ или в отделении Социального фонда России. ЕГЭ в этом году пройдут в три этапа. С 20 марта стартовала досрочная сдача. В ней принимают участие школьники, которые по каким-либо причинам не смогут сдать экзамены со всеми. Ростелеком смонтировал камеры наблюдения в более чем 5000 аудиторий и региональных центрах обработки информации, чтобы сдача проходила прозрачно. Таким образом, охват составил 100%. В каждом помещении установлено не менее двух камер видеонаблюдения. Всего свыше 10 тысяч устройств в 300 пунктах проведения экзаменов. Все камеры с высоким видеоразрешением и качественным звуком. Также они обеспечивают и нужный угол обзора. Видео из аудитории транслируются в режиме онлайн на портале «Смотри.ЕГЭ». В рамках пилотного проекта в МФЦ «Прикамье» запустили услугу по выдаче разрешения органов опеки на совершение сделок с имуществом детей. Ранее через МФЦ можно было подать только заявление, но для получения результата нужно было посетить отделение опеки. Теперь готовый документ будет направляться в электронном виде. С 1 июня услуга будет доступна во всех многофункциональных центрах региона. Этот документ необходим, чтобы не нарушать права и интересы ребенка. По данным Минсоции Пермского края, ежегодно родители получают порядка 12 тысяч таких разрешений. Новости коротко подготовила Ксения Калугина.